Рассказ «Холодильник». Автор Артём Парсегов. Пока хозяин в командировке, вся кухня может немного отдохнуть. Сковородки с кастрюлями обсуждают прошедшие выходные. Кому какое блюдо осталось? Телковаясь Wi-Fi, рассказывают новости гастрономического мира и прочие сплетни остальные. И только я один продолжаю работать непрерывно, круглосуточно, круглогодично. И постоянно выслушиваю от них одни гадости. Они относятся ко мне, как шеф-повара к грузчику. Но что бы они делали без меня? Кому нужен умный комбайн, знающий сотни рецептов, если продукты никто не закажет? Опять они заняли весь интернет-трафик. И что они там делают? Скачивают бесконечное обновление прошивки, составляют рейдики фирмы моделей, кормилиц-то я, а мне вот уже два часа не дают обновить цены на овощи из интернет-магазина. И все лезут с советами. Мне, пожалуйста, мясо потеплее, а мне вино похолоднее. Даже последний миксер считает себя экспертом, хотя никогда и Фреона не нюхал. Наш электрочайник настоящий чайник. Он на кухне самый молодой. И мы долго не могли понять, зачем чайнику нужен вай-фай. Все время сидит на форумах и советует мультиваркам и комбайнам, как правильно готовить еду. Да я бы ему даже воду кипятить не доверил. А тостер, этот зазнавшийся малявка, у него всего одна функция. Но сколько гордости. Как же он любит читать лекции о пользе хлеба. Постоянно подчеркивает, что завтрак самый важный прием пищи за день. Да его с легкостью заменит любая сковородка или вафельница. Но попробуй забудь заказать тосты, так он просто закипит от недовольства. Когда он сгорит, я не сильно расстроюсь. Больше всего я общаюсь с умным окном. Раз в час окно открывает форточку на 10 минут и дополнительно перед приходом хозяина. Он скромно следит за всеми кухонными разговорами, но никогда не вмешивается в споры, не лезет с советами в чужую работу. Славный малый. Никогда не зазнается и трафик почти не занимает. Окно прекрасно понимает меня, каково это перекачивать воздух, когда с одной стороны жара, а с другой холодильник. Когда хозяин уехал в командировку, он забыл внутри меня недоеденный салат. Салат раскрылся букетом невиданных для меня доселе ароматов. А ведь я писал хозяину, что его пора выкинуть. Я очень пожалел, что обладаю чувствительными и обонятельными датчиками. Господи, за что мне это испытание? Пока все отдыхали, путешествуя по кухонным формам, я считал минуты до возвращения хозяина. В прошлый раз, когда он забыл суп на неделю и заглянул в меня, то разразился матом. Но ведь я ни при чем. Ругай себя самого. Снова к нам на кухню прикатил робот-пылесос. Круглый работяга нигде не в почете. Ни на кухне, ни в зале, ни в прихожей. За что его так не жалуют? Работает без устали. Прибирают за всеми. Наверное, они завидуют, что он один может путешествовать по всей квартире. Пока он молча работает, все смеются над ним. А ведь малыш оборудован не хуже машины с автопилотом. В нем есть и камеры, и микрофоны с динамиками, и мощный для его размера двигатель. Вот что значит скромность. Когда он повернулся в мою сторону, я мигнул ему лампочкой, и он подбегнул мне в ответ. Немного поддержки, и именно то, что нужно пылесосу в его непростой миссии. Хотел бы работать промышленным холодильником. Сплошь одни плюсы. Хороший уход, уважение, за продуктами следят. Вокруг одни коллеги. Есть с кем поговорить. Ну да ладно. Как сказал унитаз, прими себя настоящего. Не пытайся стать тем, кем не являешься. И с ним сложно поспорить. На его месте либо станешь великим философом, либо сломаешься. Хм, по крайней мере, я рад, что я не унитаз. А вонючи салатики я перетерплю.